АВРОРА ГАЗ Вячеслав Володин заявил, что за организацию незаконной миграции, совершенную организованной группой или для совершения тяжких преступлений, предлагается лишение свободы на срок до 15 лет. А чиновники, участвующие в таких преступлениях, могут лишиться права занимать должности в органах власти до 10 лет. Володин также отметил, что из осужденных за организацию незаконной миграции в прошлом году реальные сроки получили лишь 166 человек, причем четверть из них приговорена к заключению до одного года. Принятие закона сделает невозможным условное наказание и минимальные сроки для таких преступлений. Маршрутка номер 6 ходит в краевой столице всего два раза в день, утром и вечером. Об этом сообщили в редакцию Запру жители района школы номер 17. Также четенцы жалуются на маршрут номер 28, который с их слов начинает плохо ходить вечером и они не могут уехать из города. В администрации города Запру сообщили, что в адрес предпринимателя Артема Миняйла, который еще и депутат городской думы, после контрольных мероприятий направляется информацией об устранении нарушений, соблюдении графика и увеличении транспорта. Но депутат отвечает, что ему не хватает водителей. Со слов очевидцев, водители им рассказывают, что уходят от Миняйла из-за слишком высоких цен на пользование маршрутом, когда у других перевозчиков намного дешевле. В Забайкалье больше ста населенных пунктов по-прежнему остаются без доступа к интернету и сотовой связи. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Алексей Гончаров в эфире ВГТРК. С его слов власти планируют решить эту проблему к 30-му году, однако, как отметил Гончаров, есть села, в которые нецелесообразно проводить интернет из-за небольшого количества жителей. В некоторых населенных пунктах проживает всего 10-30 человек. В таких случаях, пояснил зампред, власти должны рассматривать вопросы о целесообразности обеспечения интернетом и сопоставлять затраты на это с возможностью переселения жителей в более крупные населенные пункты. Забайкальский горный колледж имени Огошкова, Читинский педагогический колледж, Краснокаменский горно-промышленный колледж, Читинский политехнический колледж, Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса стали лауреатами конкурса «Лучшие колледжи Российской Федерации-2021». Об этом сообщается на официальном портале региона. Главной целью стала оценка качества образовательных услуг, предоставляемых учреждениями. Конкурс организован НИИ социальной статистики из Петербурга. Ранее Забайкальский госуниверситет занял восьмое место в локальном рейтинге вузов Дальневосточного федерального округа 2024 года. Ранее Забайкальский госуниверситет Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова